Поскольку я очень боюсь, что вы сейчас на самом деле все равно это до конца не поняли, давайте сделаем так, давайте мы возьмем какую-нибудь группу и на ее примере я просто-напросто вам объясню, как вот это вот простое преобразование работает. Господа, заодно просто, и мне же нужно постепенно запасы увеличивать, поэтому это нужно будет нам просто для того, чтобы вы понимали, что группы все-таки бывают разные, да? Поэтому я хоть формально и говорю сейчас о группе петитановой, но группу-то я выпишу другую, она безумно известная, это называется группа кватермионов. Состоит вот из каких элементов? Единица, дальше и, минус единица, дальше минус и, ж, минус ж, к и минус к. Между прочим, на первый взгляд сейчас будет вообще непонятно, почему правила умножения в этой группе такие, как я напишу. Но когда мы с вами сделаем таблицу, выпишем все эти самые умножения, то вы вынуждены будете согласиться, что действительно получилась группа, действительно в ней есть единица, на 10 мяч, 3, 3, 3, 3, 4, 1, да? Действительно в ней для любого элемента есть обратный. В общем, давайте сейчас я выпишу эту самую таблицу умножения, и вы тогда поймете, что бывают, вот такая группа тоже. Значит, правило будет простое. Посмотрите, здесь у меня будет написан некий элемент А, здесь написан элемент Б, а в соответствующей клеточке я буду писать А умножить на Б. Понятная идея, да? Вот, замечательно. Итак, здесь будет 1 и минус 1, минус и жи, минус жи, ка и минус ка. Ребята, квадернионы были придуманы, гамильдон. Я не знаю, правда это или нет, но есть такая легенда, что якобы он очень много лет пытался придумать эти самые квадернионы, и настолько был сосредоточен на этой своей науке, и настолько у него долго все не получалось, что он в какой-то момент объявил домашнему, что он больше не будет на них тратить вообще ни секунду времени. Общаться он с ними теперь будет исключительно записками, пусть они его кормят, ну и вообще выполняют все эти такие вот конвертные споряжения, а он сам будет сидеть и думать, 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 и думать. И он перешел на этот язык. И долго-долго с ним только получали записки, типа пить хочу. Вот. И вдруг в некоторый момент он вышел и сказал, я придумал, я знаю, как умножают квадернионы. Дело было в середине 19-го века. Современному математику совершенно непонятно, что уж трудно так только думать. Потому что конструкция, воню, насколько очевидная, настолько естественная, но, с другой стороны, ребята, а вообще-то ведь она стала естественной после того, как он ее придумал. Давайте всегда, когда кто-то что-то сделал, и после этого это кажется очевидным. Итак, в чем же конструкция? Ну, на единицу умножать – это одно удовольствие, да? Я сейчас покажу, в какой момент будет проблема. Что такое «и» знаю? Что такое «жи» и «ка»? Вот. «Жи» и «ка» – это то же самое, что «и», только по-другому обозначено. А зачем? Это такие вот замечательные, значит, идеи Габельтона замечает. «и» и «жи» и «ка» – это три вектора взаимно перпендикулярные. Когда у тебя плоскость, у тебя есть единичка, это то, что направо, по оси ординат. И «и» – то, что по оси ординат. Ну, да. А тут он догадался. А давайте еще возьмем две направленные перпендикулярных этих и перпендикулярные друг кружки. И «жи» и «ка» – это три взаимно перпендикулярных векторов пространства. Вот так оно представляет. А единица? А единица – это еще один вектор, который перпендикулярный зимой. Кстати, вот поэтому так долго и придумал, потому что тратернионы можно придумать в четырехмерном пространстве. То нам нужны три вектора и четвертый еще. Перпендикулярные всем тем. Не бывает. «И» – минус один, минус «и», «жи» – минус «жи». Так, ребят, если серьезно, я сейчас не ожидаю от вас, что вы поймете, что это квадронион. Я ожидаю, что вы проверите, что в этой таблице выполняется закон ассоциативности, закон существования единицы, закон существования обратного. Почему квадронионы так интересны? Зачем они нужны? Разумеется, сегодня я не буду ни в коем случае везде. Просто это нас увело бы далеко. И хотя это все интересно, замечательно. Вот. Так. Более того, ребята, там же даже в Англии было целое квадронионное общество. Это люди, которые считали, что можно школьников ничему не учить, но вот главное – научить их квадронионам. Ну, всегда, когда возникает какая-то интересная новая вещь, возникают люди, которые считают, что надо в первую очередь, чтобы знали имени ее. Так что у квадронионов даже есть свои, что называется, поклонники. Нет, но вообще, если серьезно, сейчас это вполне себе математический объект, в котором нет абсолютно ничего таинственного, про них все и вещество. Итак, и в квадрате это минус единица. Понятно? Вот это надо знать. Мысленно и это поворот на изгустом реалов. И в квадрате это минус единица. Замечательно. Значит, кстати, для чего квадронионы по делу хорошо использовать? Для описания поворотов трехмертного пространства. Вот самый лучший, самый низкий способ всевозможных вычислений в трехмертном пространстве, понимать, мы повернули вокруг одной оси, повернули вокруг другой оси, оказывается, что самый естественный способ это именно перемножать квадронионы. Так, значит, ребята, смотрите, один пудрый язвантонный. Заметьте, пожалуйста, вот эта вот группа, значит, подгруппа, это циклическая группа из четырех элементов. А именно, единица и минус единица, то есть и в квадрате, и минус е, то есть и в кубе. И в четвертой степени это единица. Вот эта вот подгруппа, состоящая из четырех элементов. На самом деле, есть даже подгруппа, состоящая из двух элементов, а именно из чисел один и минус один. Отлично. А вот теперь идея. ЖИ добавляется точно так же, как И. И К добавляется точно так же, как И добавлялось. Что это реально означает? Что когда вы умножаете Ж на Ж, вы что получаете? Минус 1. Я сейчас легко заполняю вот это. Ж на минус Ж получаете 1. Что там еще бывает? Ж на минус Ж получаете 1. И минус Ж на минус 1. Получаете минус 1. Отлично. Из К тоже самое. К на К это минус 1. Минус К на К это 1. В общем-то здесь все понятно. Значит, минус К на минус К это минус 1. Значит, уже равно капризу. Что? Нет, не равно. Пока что ничего не равно. А вот теперь наступает самое интересное. Надо суметь как-то перемножать между собой эти самые невежимые. Так вот, ребята, оказывается, что правило очень простое и естественное. Понимаете, я его вам нарисую один раз. Правило такое. Надо их записать по кругу. И когда движешься, И, Ж, в качестве произведения получаешь К. Когда Ж, К, получаешь И. Когда К, И, получаешь Ж. Если кто-то из вас знает, что такое векторное произведение, то, когда у нас есть три взаимосвязанных вектора. Представьте себе, у нас есть вектор И. Под 90 градусов ему вектор Ж. И под 90 градусов вектор К. Пока. Векторное произведение И, Ж – это К. Векторное произведение Ж – это К. Векторное произведение векторов И на Ж – это К, Ж на К – это И, и К на И – это Ж. Замечательно. Физики любят это объяснять правил правчика. Помните, кто-то учил, да? Правила левые руки, правила правые руки. Я терпеть не могу все эти лунки, потому что на самом деле надо запомнить один раз в ЖУ, нажать на протокол, и всё. И на Ж – это К. Все напомнили? И умножить на Ж – это К. Ж на К – это И. А если наоборот, то Ж на И – это будет? Минус К. Совершенно верно. Поехали. И на Ж. И умножаешь на Ж. Замечательно. До этого всё было коммутативно. Вот пока я заполнял это, меня не волновало, кто первый множитель, кто второй. То всё было перестолочено. Сейчас впервые некоммутативность. И на Ж – это К. И, соответственно, в симметричной дверке, там, где было Ж на И, я автоматически должен написать минус К. Отлично. Ну, если я знаю И на Ж, то я знаю и минус И на Ж. Это будет минус К. И, соответственно, если я здесь знаю минус К, то… Что? Вниз. Вниз. На одну кофе. Сейчас. На две кофе вниз. Симметрично давно будет. С разными значками. Что я тебе подряд заполняйте? И всё. Минус К. Да. Так вот, взять. Минус, вот здесь. Минус Ж умножаю на И. Это будет плюс К. Правильно? То что Ж И – это минус К. Отлично. Плюс К. Отлично. Плюс К. Дальше. К умножаю на И. Значит, К на И – это Ж. Всё замечательно. Теперь. Минус К умножаю на И. Это минус Ж. Так. Идею все поняли? Да. Ну, на минус один умножить – это вообще не проблема. Это минус Ж. Я не знаю, что я раньше не делал. Это без всякой науки, да? Это минус К. Здесь К. Вот. И здесь тоже самое. На минус один умножить. Это будет минус Ж. Здесь Ж. Здесь минус К. И здесь К. Отлично. Так. Теперь. Теперь. Что мне ещё надо сделать? Надо Ж умножать на минус И. Ну, Ж И – это минус К. Соответственно, здесь будет К. Так. Минус Ж. Будет нужно минус К. К умножаешь на минус И. К на И – это будет Ж. Поэтому это будет минус Ж. Следующее я скажу. И, соответственно, следующее будет Ж. Всё легко. Так. Теперь. К на Ж. К на Ж – это минус И. Соответственно, здесь будет И. Так. Недолго осталось. К на минус Ж. К на Ж – это минус И. И. Поэтому это будет здесь И. И, наконец, здесь будет минус И. Ребята, осталось чуть-чуть. И на К – это минус Ж. Минус И на К – это будет, соответственно, Ж. Ж на К – это И. Минус Ж на К – это будет минус И. Ну, вообще-то здесь уже можно вписать И. Недолго уже просто, потому что в группе, да, по-другому не бывает. Так. Ну, я даже ладно посчитаю. И на К для контроля. И на К – это минус Ж, поэтому где это будет Ж. Минус И на минус И – это то же самое, что И на К – это минус Ж. Так. Ж на… Минус Ж на К. Да, вот здесь. Ж на К – это минус И. Теперь минус Ж – это будет И. Всё получилось. Вот она. Таблица умножения ватамионов. На самом деле, конечно, интересный вопрос. Почему эта штука ассоциативна? Тут есть два варианта. Либо чуть-чуть выучить алгоритм и понять настоящий научный смысл типа тренионов, когда всё будет чей-нибудь. Или просто здесь поменять. Да? Чтобы проверить ассоциативность, вам сколько нужно будет? Для любых АВС. 8 на 8 на 8 – 100. Нет, почему? Всего 512 вариантов. Ну, учтите, что единицу можно не брать. Учтите, что симметрия. Поэтому, на самом деле, это всё можно проверить. Но я этого делать точно не буду, ребят. Потому что, повторяю, чуть-чуть, если вы займётесь этим всерьёз, то вы поймёте, что это наушный смысл, и тогда никаких проблем с ассоциативностью точно не будет. А во-вторых, в конце концов, вы можете сейчас просто каждый взять и проверить, какие-нибудь три числа перемножить. Проверить, что выполняется. Такой способ случайный. Вот, можете проверить. Мне намного интереснее понять, как теорема, которая называется теорема Кейли, в нашем конкретном случае реализуется. Ведь я же вам объяснил, что такое у нас вот это вот Т с индексом. Правильно? Сдвиг умножением на элемент А. Так вот, в нашем случае, что это реально означает? Что значит, что группа ватронионов может быть вложена в группу перестановок на восьми элементах? Ребят, А означает очень простую вещь. Вот посмотрите, пожалуйста, что такое этот, например, столбец. Вот этот столбец. Это же значит, что вы все элементы умножили на минус единицу. Согласны? А что такое этот столбец? Это вы все элементы умножили на минус G. Разумно? Отлично. А что такое первый столбец? Шесть метров. Здесь было А умножить на В. Все умножили на единицу. И все элементы остались в своих местах. Так вот, я сейчас аккуратно запишу, что же такое Т с индексом 1. Нет, он нам надо было устроить неизвестно. Потому что... Мы умножали на А. А, Б. Вот здесь у нас фиксированный А. А Х меняется. Х пробегает весь столбец. И здесь, если угодно, написать вместо Б и С. Может быть, так было бы лучше вам. Смотрите. Здесь А на Х и пишешь в табличку. При постоянном А этот столбец. Что такое Т с индексом 1, в нашем случае? Это лично, конечно, подробно рассказываю, но надеюсь, что это понятно. Это просто абсолютно нет. Потому что все элементы остаются на своих местах. Что такое Т с минус 1. А очень просто. 1 меняется с минус 1. И меняется с минус 1. К меняется с минус 1. К меняется с минус 1. Ж меняется с числом минус 1. Отлично. Что такое Т с индексом И. Давайте смотреть. 1 переходит в И. И переходит в минус 1. Минус 1 в минус И. И минус 1 возвращает 1. Это цикл из четырех элементов. Отлично. 1 переходит в умножение в И. И в минус 1. Минус 1 в минус И. И это возвращает в минус. Отлично. Куда переходит у нас элемент Ж? Проверяем. Куда переходит Ж при умножении на И. В К. Которая перейдет в минус Ж. Понимаете идею? А минус Ж перейдет в минус К. Минус Ж перейдет в минус К. А минус К перейдет в Ж. Не верю. Итак. Ж. Ж перешло в К. Да. К перешло в К. Ж перешло в К. К перешло в минус Ж. Минус Ж перешло в минус К. И минус К перешло в Ж. Согласны? Между прочим, обратите внимание, здесь цикл длины 4 и здесь тоже цикл длины 4. А знаете, один случай. Дело в том, что значит много раз сделать сдвиг на а. Это значит, смотрите, умножить на а, то есть рассладить ах, или рассладить а в квадратных х, или а в кубикс, или а в четвертых х. В какой-то, наверное, получится единица. И вот здесь вот у нас и в четвертой степени равновесие, поэтому цикл длины 4. И здесь тоже цикл длины 4, да? То есть, если я здесь получил цикл длины 2, то везде автоматически и здесь цикл длины 2. Если здесь цикл длины 4, то и там будет дальше цикл длины 4. Отлично. Ну, мне кажется, что дальше все понятно, да? Дальше вы пишете, что такое t минус it. Это значит будет 1 минус i минус 1 i. Так, а здесь у нас... Ольга Васильевич, а что было бы, если бы один из элементов давал единицу в кубе? То было бы 3 тройки? Ну... Хороший вопрос. А что было бы, если бы один из элементов дал... Это у нас на прошлой лекции было. Ребята, по теореме Макранжа количество элементов любой подгруппы – это делитель порядка всей группы. Да. У нас здесь группа состоит из 8 элементов. Помните, мы в прошлый раз раскладывали два слоя, да? По классу Макранжа. И доказывали теорем Макранжа, что количество элементов подгруппы – это делитель элементов всего. Значит, порядок может быть делителем числа 8 или каким-то одним числом. Ну, на самом деле, даже 8 не бывает. Потому что, если бы порядок какого-то элемента был 8, то вся группа состояла бы из степеней этого элемента, и была бы циклическая группа из 8 элементов. А циклическая группа из 8 элементов – она коммутативная. Здесь у нас максимальный порядок 4. Я сейчас это хоть подробно пытаюсь объяснить. Смотри. Когда у тебя цикл примерно 4, это значительный элемент порядка 4. Понятно, да? Важно, что я ровно в таком стиле могу написать все 8 строков. Все понимают, что здесь будет 1k минус 1 минус 2. Все понимают, что здесь будет i. Так, k умножить на i. Это g. Дальше будет минус i. И дальше минус g. Ребята, это выписывается очень легко. Действительно очень легко. Можно я буду писать дальше, ладно? Ну, я не знаю, что такое складочка. Это минус k. Напишу. Ображи и ксалис. Хотите, напишите. Значит, 1 минус k минус 1k. И здесь, значит, и минус g минус 1k. Значит, это, господа. Каждый из элементов перешел в перестановку в 8 элементах. При этом, количество вот этих элементов, длина цикла, это в точности порядок элементов в группе. Соответственно, был один элемент второго порядка. Это вот этот минус единица. Был элемент первого порядка. Но он единственный в любой группе, да? Который равен единице. И все остальные элементы были четвертого порядка. Ничего не порядочного. Ничего не порядочного. То есть, если вас интересуют, скажем, все 25-ти элементные группы, то вы можете взять симметрическую группу на 25 элементах, в ней 25 факториал элементов, и в ней взять и смотреть все под группы. Смотрите, на самом деле это, конечно, теорема, чисто теоретическая. Потому что, если вас интересуют группы на 25 элементах, то число 25 – это еще такое более-менее обозначенное число, правильно? 25 – не так уж и много. Как только я говорю, что 25 факториал, понимаешь? Это даже не миллиард. Это 25, может быть, на 24, на 20 лет. Что-то такое совершенно чудовище считать. И там уже никакие переборы невозможные. Поэтому теорема, предусловно, чисто теоретическая. Ну, а с другой стороны, важно понимать, что это правда.